Привет! Меня зовут Алиса, мне 25 лет и я живу в Москве. По образованию я журналист, закончила жуфак МГУ, также увлекаюсь японской уличной модой и страсть, как люблю готовить. Просто так готовить скучно, поэтому я готовлю вкусняшки для своего любимого мужа, а он обожает итальянскую кухню. И сегодня первое блюдо, которое мы будем готовить для него, это спагетти и карбонаро. Для этого нам потребуется оливковое масло Extra Virgin, спагетти, чеснок, пара зубчиков, бекон, яйца, сливки 20% и немножко морской соли и черного перца для подачи. Итак, для начала мы разогреваем оливковое масло на сковородке и измельчаем туда пару зубчиков чеснока, это нужно больше для запаха. Пару минут поджариваем чеснок. Бекон режем на полоски, важно, чтобы кусочки не слепались между собой. И выкладываем бекон на сковородку. Дальше нам нужно подготовить соус. В то время, пока мы готовим соус, можно уже поставить кипятиться воду и спагетти, чтобы они были готовы одновременно. Кстати говоря, спагетти для спагетти и карбонаро нужно отварить до состояния аль денте, то есть такая полуготовная, чтобы они были немножко твердыми. Спагетти и карбонаро главная фишка в соусе, потому что он с одной стороны не должен свернуться и не быть комками, он должен иметь мягкую шелковистую консистенцию, но яйца должны хорошо пропечься, чтобы они не были сырыми. Поэтому мы берем 2 яйца, 2 желтка отдельно и смешиваем их где-то с 300 граммами сливок. Перемешиваем, все взбиваем, немножко добавляем черного перца и соли и этот соус мы выливаем прямо в наш бекон и чесночок. Все это хорошо перемешиваем и сразу же убираем его с огня и добавляем в спагетти, которые у нас лежат в отдельной сковородочке. И сверху мы посыпаем все это дело пармезаном и добавляем черного перца. Блюдо готово! Мой любимый стиль японской уличной моды – стиль лолита. К набоку он не имеет никакого отношения. Это милый кавайный стиль с такими пышными платьями. На платьях можно встретить изображение сладостей, напитков, других вкусностей и иногда даже ингредиенты для готовки. Я люблю не только азиатскую моду, но и кухню, поэтому сегодня я приготовлю баклажаны по-китайски с рисом. Берем баклажаны и режем их сначала кружочками, а затем, если баклажан не очень большой, то полулумами. Если большой, можно порезать каждый кусочек на 4 части. Обязательно надо не забыть замочить баклажаны в соленой воде, так они не будут горчить. Итак, баклажаны у нас настоялись, и теперь можно обжарить их в сковородке на кунжутном масле. Кунжутное масло придает особую азиатскую пикантность этому блюду. Итак, обжариваем баклажаны, пока они не станут мягкие, немножко с корочкой. Дальше все очень просто. Готовим черный китайский соус. Для этого добавляем в сковородку томатную пасту. По пропорциям, сколько возьмут баклажаны. Также добавляем темный соевый соус. Столько же, сколько добавили томатной пасты. Обращу ваше внимание, что именно темный соевый соус, он отличается от светлого, менее соленым вкусом. Он хорошо оттеняет вкус блюдом. Добавляем все это, хорошенько перемешиваем. И последний штрих, что придает блюду особую азиатскую тонкость, мы добавляем коричневый тресниковый сахар. Одну ложку немножко сверху вполне будет достаточно, чтобы наше блюдо было не слишком сладкое. Все-таки это десерт. Как следует перемешиваем. Прогреваем еще 2-3 минуты на огне. И все, блюдо готово. Подаем это блюдо с круглым японским рисом. Сверху посыпаем кунжутом и зеленым луком. Приятного аппетита! Ну что, вкусно? А вот тебе второе блюдо еще приготовила. Борща нельзя было просто сделать. Ну это азиатский баклажанчик, попробуй, очень вкусно. Озиатно вкусно. Озиатный слез. Ребен. Заходи. Азиатный слез. Азиатный слез. Сверху посыпаем кунжут.